Здравствуйте! Новости среды 14 ноября в студии Нелли Филатова. Основные темы выпуска. В региональный день приема граждан Каталашане обращались за помощью. Время пришло. С 15 ноября для пешеходов закрывают Горбатый мост. Сегодня кузьминки, а значит пора встречать зиму. Центр народного творчества удивляет Каталашан. Там открывается лаборатория. Сегодня в области прошел единый день приема граждан. В Котласе, как и во всех населенных пунктах Поморья, готовились и ждали обращения граждан руководители всех отделов и комитетов администрации. На приеме побывала и наша съемочная группа. В рамках единого дня приема граждан к исполняющему обязанности главы города Александру Бурбаху записались 6 человек. Были обращения по поводу устройства детей в сазике, по переселению из аварийного жилья по земельным вопросам. В квартире 78-летней Лидии Алексеевны Корзниковой недавно произошел пожар. На прием к городскому руководителю пенсионерка пришла за помощью в восстановлении жилья. Пожар был, и сын сгорел, все в копоти, все, Таня, там попросила одного человека, он сказал 150 тысяч, чтобы брать, где я возьму такие деньги, пенсеты, небольшая ведь. Александр Бурбах рассказал пострадавшей, что все погорельцы могут претендовать на материальную помощь из городского бюджета. Это 3 тысячи рублей. Обязательно получит их и Лидия Корзникова. Сумма очень мала, особенно если учесть предполагаемые затраты на ремонт квартиры. Но как минимум с уборкой от гари и копоти, исполняющий обязанности городоначальника, тоже обещал помочь. Я дам поручение, подъедут люди и посмотрят на месте, какую помощь физическую в уборке квартиры вам там оказать. И что еще можно, значит, порешать, чем еще можно помочь. В региональном и общероссийском днях приема граждан наш город участвует ежегодно. Любой котлашанин может по записи или без нее получить ответ на свой вопрос от любого руководителя городской администрации, что называется, из первых уст. Людям дает это то, что они могут быть по одному адресу, получить всю информацию. Если даже вопрос не относится к нашей компетенции, мы обязаны, значит, выйти на того специалиста, даже, значит, областного уровня, который может проконсультировать и дать ответ. Чаще всего в единый день приема люди поднимают проблемы жилищно-коммунального хозяйства. На втором месте социальные обращения, на третьем те, которые касаются полномочий Управления экономического развития. С 15 ноября горбатый мост закроют для пешеходов. Эти вынужденные меры связаны с тем, что ходить по путепроводу опасно для жизни. Подробности у Дениса Дворяшина. О критическом состоянии моста еще на минувшей неделе рассказали эксперты воронежской компании «Зеленый мегаполис». Они же им представили три варианта реконструкции и один – строительство нового путепровода. Напомним, стоимость данных работ подрядчик оценил почти в полтора миллиарда рублей. Сейчас городские власти будут обсуждать дальнейшие варианты развития событий. Было проведено обследование мостового перехода. Экспертной организации было указано о том, что мостовой переход находится в критичном состоянии, в аварийном. То есть уже не спасает то, что даже мостовой переход должен быть закрыт только для видов транспорта. Также его необходимо закрыть уже и для пешеходов. Уже завтра у Горбатого моста появятся ограждения и запрещающие знаки. Жителям приречного микрорайона администрация рекомендует пока что использовать два других перехода через железную дорогу. Пешеходный мост в районе рынка и переход в районе улицы Фрунзе. Разумеется, такие варианты устроятся далеко не всех. Поэтому в ближайшее время в администрации Котласа начнется обсуждение вопроса о строительстве нового пешеходного моста. Администрация сейчас проводит работы по оценке стоимости демонтажа данного мостового перехода, а также строительство, в этом же створе строительство пешеходного моста через железнодорожные пути. В минувшую пятницу проект главного финансового документа бюджета на будущий год администрация внесла на рассмотрение в собрание депутатов. Что представляет собой проект бюджета Котласа 2019, узнаем в сюжете Елены Ларевой. Проект бюджета на 2019 год – это многостраничный документ, который включает в себя множество разных позиций. Основные параметры бюджета у нас складываются таким образом. Доходы у нас в целом запланированы в объеме 1,849,6 млн. рублей. Из них наши собственные доходы, это налоговые и неналоговые, мы прогнозируем в объеме 729,936,1 млн. рублей. Кроме них, предусмотрено поступление из вышестоящих бюджетов чуть более 1 млрд. рублей. В их числе финансовая поддержка из областного бюджета в виде безвозмездных трансфертов в объеме 229,7 млн. рублей. А расходная часть бюджета у нас увеличилась всего на 7,553,000 рублей. Выходит, что дефицит бюджета в этом проекте довольно неожиданно, но он составляет всего 1%. В расходной части бюджета заложены средства в основном на содержание муниципальных учреждений и на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. В 2019 году с учетом майского указа президента в городском кошельке предусмотрен рост фонда оплаты труда бюджетникам в объеме 143 млн. рублей, в том числе 63 млн. из местного бюджета. Также в проекте документа заложены финансы на все меры социальной поддержки, утвержденные городскими депутатами. А еще при формировании расходной части были учтены все изменения, произошедшие в законодательстве. С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда у нас повышается на 1% и будет доведен до 11 280 рублей. Ну а если с учетом 70%, то 19,176. Газификация, реализация проектов по формированию современной городской среды. Эти программы будут работать в Котласе и в будущем году. Например, на софинансирование федеральной программы по городской среде запланированы 2 млн. 145 тыс. На газификацию 1 млн. 300 тыс. Сформирован и дорожный фонд. В следующем году на содержание и ремонт дорог из местного бюджета должны направить 31 млн. рублей. Предусмотрены средства и на строительство очень важных социальных объектов. Мы запланировали на софинансирование строительства детского сада в городе Котласе на 280 мест в объеме 4,4 млн. рублей. На софинансирование школы на 860 мест в 1,7 млн. рублей. В общем, проект бюджета будущего года можно назвать супер социальным и очень экономным. Потому что ситуация с исполнением бюджета 2018 года весьма напряженная. Мы наблюдаем наращивание объема муниципального долга. Если в 1 января текущего года у нас муниципальный долг был в объеме 140 млн. рублей, то к концу года он, скорее всего, достигнет 218 рублей. Причина понятна. Значит, у нас не состоялся ни один из объявленных аукционов по продаже муниципальных предприятий. Похоже, что продажи городских объектов под большим вопросом. Буквально накануне, 13 ноября, не состоялся очередной аукцион по продаже спецавтохозяйства. В любом случае бюджет можно назвать живым документом. И при любых изменениях в него сразу же по решению депутатов вносятся изменения. А денежные поступления могут быть и до конца года. Так что вполне вероятно, что сразу после новогодних праздников главный финансовый документ уже трансформируется. Естественно, если в 2019 году у нас что-то будет продано, мы будем закрывать муниципальный долг. А что касается проекта бюджета на 2019 год, то народные избранники, безусловно, будут изучать его и обсуждать на своих депутатских комиссиях, затем на сессиях. Однако ознакомиться с проектом могут все к атлашане. Документ размещен на официальном сайте города. Также он пройдет и через другие обязательные процедуры, в том числе публичные слушания. Напоминаем, что они состоятся 23 ноября в 10 часов в актовом зале администрации. Ну а в первом чтении на депутатской сессии проект бюджета 2019 года будет рассмотрен 6 декабря. Второе чтение состоится 20 декабря. Продолжаем. Сегодня отмечается народно-христианский праздник Кузьминки. Православная церковь в этот день почитает память святых бессребренников и чудотворцев Косьмы и Демьяна Азийских. А в народе праздник называют Кузьма и Демьян или встреча зимы. Издавна сохранилось множество примет, связанных с праздником Кузьмы и Демьяна. Теплая погода в этот день предсказывает мягкую зиму. Если 14 ноября к вечеру мороз становится слабее, на следующий день стоит готовиться к пасмурной погоде. Но и одна из самых главных примет – Кузьминки знаменуют приход зимы. И сегодняшняя снежная погода ее подтвердила. Впрочем, несмотря на то, что календарная зима пока еще не наступила, в городской администрации уже подготовлено постановление, согласно которому Комитет по образованию рекомендует отмену занятий в актированные дни. Согласно 83-му федеральному закону, который вступил в силу с 1 января 2012 года, специалисты администрации в связи с пониженной температурой воздуха могут только рекомендовать школам отменить уроки. Итак, если в 6 часов утра на термометре 25 градусов мороза, рекомендуется отмена уроков для учащихся с 1 по 4 класс, при минус 27 по 6 класс. При температуре минус 30 градусов и ниже рекомендуемая отмена для обучающихся 1-8 классов и при температуре воздуха минус 33 градуса и ниже рекомендуемая отмена занятий для обучающихся 1-11 классов. Напоминаю, что решение об отмене принимается руководителем образовательных учреждений. Что касается информации по рекомендуемой отмене занятий, то она, как обычно, будет доводиться до населения, начиная с 7 утра. Через официальный сайт и группу ВКонтакте администрации города, а также через радиостанцию «Европа плюс Котлас» и «Авторадио». К другим темам жительница улицы Джамбула-2 Зинаида Дудина рассказывает о нашествии нахлебников. Ее квартиру атаковали нахальные грызуны. Что только не делала котлашанка, чтобы избавиться от крысиного соседства, но толку пока нет. На месте действия побывала наша съемочная группа. «Девочки вот эти пришли. Они говорят, вот такая крыса. Ее собака или кошка кто-то придушила». Неравный бой с крысами Зинаида Дудина ведет уже несколько месяцев. В каждом углу ее квартиры отрава. Но грызунов она не берет. Крысы выели дыры в полу, не брезгуют монтажной пеной, доедают второй кусок хозяйственного мыла. Зинаида Дудина только летом переехала на Джамбула-2. С непривычки скребущиеся по углам крысы ее шокируют, потому жить и особенно ночевать женщина пока предпочитает на даче. А вот для старожилов дома соседство с грызунами – дело обычное. По их словам, крысы в деревяшке прописались давным-давно. Людмила Верховцева спокойно говорит о том, что в ее квартире грызуны предпочитают жить в детской комнате. И показывает огромные заплаты на стенах. Именно здесь были крысиные ходы. «Они бегают просто. Я их не вижу, но кошки-то ловят. Кошки ловили». «Принесили кошки?» «Да, да. Прямо такие мертвые лежат. Утром стоишь, мертвые крысы лежат». В управляющей компании «Энергия» о проблеме на Джамбула-2 знают. По словам главного инженера, крысы живут не только по данному адресу, но и во многих лименских деревяшках. А потому дератизация – одно из обязательных направлений в работе управляшки. «У нас эта проблема постоянная. Почему? Потому что у нас очень большой деревянный фонд. Где у нас существует неканализированный фонд, где есть у нас помойницы. Поэтому, особенно в осенний период и весенний период, очень много грызунов. У нас заключен договор с фирмой ООО «ДДД» на дератизацию. И дератизация проводится четыре раза в год». На Джамбула-2 дератизацию проводили пять дней назад, 9 ноября. То, что Зинаида Дудина все еще слышит шорохи в разных уголках своей квартиры – это нормально, говорит Виталий Поворознюк. Обычно после процедуры крысы исчезают в течение нескольких недель. 17 ноября в Центре народного творчества будет работать творческая лаборатория «Северные завитки». Мероприятие наверняка заинтересует тех, кто изучает старинную северную культуру. На нем мастера росписи по дереву из Котласа, Коряжмы, Красноборска и Великого Устюга покажут свою работу и дадут мастер-классы. Основным пунктом в программе творческой лаборатории будет закрытие выставки «Северные завитки». Она работает в Центре народного творчества с 23 октября. На выставке представлены творения мастеров, владеющих северодвинской росписью по дереву. Эта традиция родилась недалеко от наших мест, на берегах Северной Двины, в трех поселениях Красноборского района. Своё название каждая роспись получила в соответствии с названием деревни, в которой была популярна Ракульская, Пучужская и Пермогорская. Ракульская роспись, естественно, это графическая роспись, это желтофонная роспись, крупные элементы, графичные птицы. Например, в Пермогорье здесь мы видим уже другие элементы росписи. Это птица сирен встречается очень часто, а Пучужская роспись у нас подобна Пермогорью, но уже прослеживается больше кудреватость и сюжетные сценки встречаются. Представлены на выставке деревянные изделия, расписанные и в других северных стилях. Есть здесь и раритетные экспонаты из фондов Красноборского музея. Лучше остальных сохранились прялки с ракульской росписью XIX века. Сохранилась в основном на прялках, потому что этот атрибут всегда в доме имел очень важное значение. Как мы знаем, делалась девочка, когда она только рождалась, папа ей изготавливал прялочку, и она на протяжении всей жизни несла ее с собой и бережно относилась к ней и хранила. Еще множество интересных историй, связанных с росписью по дереву, традиционной для наших мест, зрители узнают, посетив творческую лабораторию в Центре народного творчества. Она начнет работу в субботу, 17 ноября в 10 утра. В программе, помимо закрытия выставки «Северные завитки», будут круглые столы, мастер-классы от ремесленников из Котласа и района, Коряжмы, Красноборска и Великого Устюга. И, конечно, чайная пауза. Вход на мероприятие бесплатный. В Котласе продолжается первенство города по баскетболу среди школьных команд. Накануне в спортивном поединке сошлись сборные юношей и девушек 4-й школы и 3-го лицея. В этот раз удача была на стороне хозяев поля школы номер 4. Сборные младших классов не оставили лицеистам ни единого шанса на победу. Команда девочек 4-й школы победила с разгромным счетом 26-7. Команда мальчиков 55-21. А вот старшеклассники лицея все же смогли отыграться. Напомним, юношеская сборная этого учебного заведения пока лидирует в чемпионате среди школьных команд. Итог встречи 65-14 в пользу лицеистов. Но если у юношей была уверенная победа, то сборная девушек такими результатами похвастаться не могла. Хозяева поля вновь взяли инициативу в свои руки. Итог спортивного поединка 39-2 в пользу 4-й школы. У меня на этом все. Далее вас ждут небольшой блок полезной потребительской информации и прогноз погоды с Анной Филимоновой. Афиша культурных мероприятий. Смотрите наши новости на телеканале Котлос ТВ, в прямой трансляции на Ютьюбе и в группе Котлос ТВ ВКонтакте. Хорошей вам недели. До встречи. Готовьтесь к зиме вместе с магазинами «Зимний стиль». Более 50 моделей. Пальто из кожи и баллонии. Дубленок с отделкой из натурального меха. Более 100 моделей обуви из натуральной кожи и меховых головных уборов кировских производителей. Котлос ТВ, Центр Адмирал, 2 этаж. Коряжма ТВ, Центр Виконта, 2 этаж. Зимний стиль. Качество по доступной цене. Готовимся к Новому году вместе с гастрономом Семеновский. Тем более есть отличный повод. Выгодные цены. Для праздничных салатов возьмите бандюль, горошек и кукуруза от 44,90 за банку. Хорошие цены на продукцию «Золотой глобус», оливки от 49,90, шампиньоны 54,90. Побалуйте себя деликатесами. Масляная рыбка 166,80 за кусок. Форели семга Нордфиорд по 207,80. В молочном отделе выгодная цена на литр молока из Великого Устюга 35,80. А 400-граммовая упаковка творога стала дешевле почти на 30 рублей. Брикет несоленого красноборского масла 88,80. В отделе заморозки выгодные цены на рыбные котлетки из Трески 56,40. Шницель Стреловский 112,70. Котлеты домашние от Пчелки по 100 рублей 90 копеек за упаковку. Крыло броллера 120,90 и фарш Трески 113,90 за килограмм. Пельмени сытогрета по 72,80. Мясо картофельное 39,90. Старые традиции от Пчелки по 104,80 за пачку. В отделе колбас тоже акции. Бородинская и Северодвинска по 275,90. Или ветчина Дмитровская 206,90. Молочная от Агромясопром по 339,90. Той же марки Охотничья по 408,70. Докторская от Славницы по 158,20. Русская от Стрелы по 366,90. Заказная того же производителя 111,60 за 500 грамм. Стародворская из Владимира 270,30. Сосиски мини-любительские по 267,90 за килограмм. Выгодно покупать кофе-жардин растворимый 108,80. Молотый от 154,80 за упаковку. Чай Тест 4 вкуса. Покупка обойдется меньше 50 рублей. В Семеновском новое поступление бельевого трикотажа для всей семьи. Отличным подарком может стать набор сладостей. Есть и чай в оригинальных упаковках в виде чайника или банки. Ну и какой же Новый год без елки, украшений и свечей. В Семеновском уже все в продаже. Гастроном Семеновский. Центр выгодных покупок. Выставка продажа меда из Воронежа, Краснодара и Адыгеи. Более 18 сортов. А также продукция пчеловодства. Пирга, пыльца, прополис, маточное молочко. Мед в сотах. Приходите в Котловский дворец культуры 16 и 17 ноября с 10 до 18 часов. В Ичегутский ДК 19 ноября с 10 до 16 часов. Лиминский ДК 20 ноября с 10 до 17 часов. Акциями и скидками приятно удивим. Спешите! Теперь и у вас в городе. Норка от 60, мутон от 10, нутри от 20 тысяч рублей. Ждем вас 16 ноября в ДК поселка Вычегутский. 17 и 18 ноября в КДЦ города Коряжма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! С вами я Анна Филимонова и расскажу о погоде на четверг 15 ноября. В четверг 15 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем до минус 3 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление чуть выше нормы. А у меня на этом все. Отличного вам настроения. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Марина Старцева, Зинаида Левина, Леонид Виноградов, Анастасия Яковлева, Иван Олешков, шоу-группа «Лолита» и другие. 17 ноября в 15.00 котлашан и гостей города Котловский дворец культуры приглашает на юбилейный концерт образцового коллектива индийского танца «Сарасвати», которому в этом году исполняется 25 лет. Билеты уже в продаже. Телефоны для справок 5.25.15 и 2.54.46. Елена Воробея, Скар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Тетруашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 20 ноября в Драматическом театре. Комитет по управлению имуществом 23 ноября 2018 года проводит аукцион на заключение договора аренды по следующим объектам. Лот номер 1. Нежилое помещение по адресу город Котлас, улица Гагарина, дом 38, площадь 68,3 квадратных метра. Ежемесячная арендная плата в размере 12 083,63 рубля. Лот номер 2. Нежилое встроенное помещение по адресу город Котлас, улица Ленина, дом 62, площадь 166,4 квадратных метра. Ежемесячная арендная плата в размере 42 287,23 рубля. Начало аукциона в 10 часов. Заявки на участие принимаются по 20 ноября 2018 года. Телефон для справок 206-26.